Приветствую всех, друзья мои! С вами Асина, и кто же живет на дне океана? Помимо нашего главного героя, здесь живет доктор Штаймон, которого нам надо найти. И для тех, кто не в курсе, я напоминаю, что мы играем в Байошок первую часть. И, собственно, мы находимся в славном городе Восторг, который совсем не славный, а погряз коррупцией, мутантах и вообще всяких неприятных вещах. Итак, ребята, мы находимся в медицинском центре. И ничего хорошего нас не ждет. Я немного убавила чувствительность Миши, чтобы так вот все дико не крутилось, не вертелось. Бей, Берри, ты сегодня на матч пойдешь? Я слышал, будут играть рейдеры Райна. Джин, это небезопасно. Ты разве не слышал? Бандиты Атласа повсюду. Погоди секунду. Вспомни, что говорит Эндрю Рай. Если ты так сделаешь, бандиты победят. Вывези семью в форт веселый, в аркаде. Гуляй, ходи по магазинам. Так все живут в Восторге. Ну, чудо какое. Не обращай никакого внимания на всевозможный ужас, который происходит вокруг. Доктор Штайнман обещал отпустить меня сегодня. Рай не навещал меня со времени новогодней атаки. Ни разу. Но доктор Штайнман был очень заботлив. Он говорил, что как только рубец рассосется, он приведет меня в порядок. И я буду самой красивой девушкой на свете. Он очень милый. И так мной интересуется. Как очаровательно. Кстати, первый наш торговый автомат, по-моему. И почему-то его нельзя взломать. Почему? Торговые автоматы предлагают множество полезных предметов. Боеприпасы, аптечки, инъекции, Ева. В каждом автомате свой набор предметов. На дне большинства торговых автоматов есть предметы, которые становятся доступными только в случае успешного взлома. Взлом также снизит стоимость всех доступных предметов. Ээээ, а почему-то взлома нет. Ну ладно. О, зато мы можем взломать вот эту интересную штукенцию. Взломанные роботы будут нападать на ваших врагов. И такие несколько слов о том, что ждет нас впереди. Это такая мини-игра. Небольшая головоломка, которая на самом деле пока что будет достаточно легкая. Но в будущем все более и более усложняться. По-моему, была придумана неким американским программистом где-то в 80-х годах. В конце 80-х. И в принципе служит довольно такой интересной головоломкой. Даже у меня в телефоне в каком-то из была эта игра. В любом случае, вам предстоит это видеть достаточное количество времени в будущем. Итак, вот у нас такая головоломка. Быстренько нажимаем на всякие знаки вопроса, которые здесь есть. И начинаем выстраивать цепь. Точка А, точка Б. Пока что все это идет медленно, чтобы мы успели сообразить. Это наш первый, так сказать, взлом. И он самый-самый легкий. Поэтому здесь особо задумываться не надо. Вот у нас такая загогулина получилась. С точки А в точку Б все отлично пройдет. Взлом удачен взломан. И роботы будут нападать на ваших врагов. Врагов. Взрагов. И я называю эту штукенцию Пукалка. Пукалка в путь. Иди, мой дорогой. Эй, ты! Я не... Не, я не бесполезная. Здрасте. Правда, что ли? Правда, кажется, что ли? Что-то я разошлась в своих попытках размахивать ключом разводным. Да уйди, Пукалка. Ты, конечно, очень хороший помощник, но периодически мешаешь пройти. Кошмар. Да, мы могли вскрыть нарыв здесь или срезать лишнее там, но... Что мы могли реально изменить? Ничего. Но Адам дал нам средства для этого. А Райан освободил от пункт ложной этики. Измените свою нежность. Измените пол. Измените расу. Это все в вашей власти. Пугает меня его вообще. Я выключена. Доступ к вере на ограничение. Достите? Благодарим вас. Здравствуйте. Убери. Убери. Я не уберу, он мой друг. Он мой друг, он мой хороший друг. Выходом. Тебе нужен ключ доктора Штайнмана. Это он тут всем заправляет. Знаете, что он тебе отдаст ключ просто по доброте душевной. Штайнман добротой никогда не отличается. Да я осознаюсь. У него душа? Я очень сомневаюсь. Хм. У меня такое ощущение, словно Штайнман, ну вообще немецкая фамилия. Не то чтобы на слух, а вообще в принципе немецкая. И, возможно, он в концлагерях был. Может быть. Часто там ставили всевозможные опыты. Именно с пластической хирургией. На трупах также практиковались. И по ходу дела у Штайнмана здесь крышняк сорвало окончательно. Но нам ничего не остается, кроме как... Оооо. Ооо. Ребята, начинается адовый ад. Да я уж слышу. Просто адовая отпукалка. Помогай. Я верю. Я здесь. Привет, моя дорогушечка. Дорогушечка. Что такое, господи? Месье. Кому, чего, где, кто? Ко мне иди. Иди, 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 иди сюда. Оп. Я помню. Я все помню. Я не такой склеротик, как сама себе изредка кажусь. Ну что? Куколка, давай. Ты мой самый лучший друг. Месье. Было очень весело. Мне понравилось. И вы знаете, даже вот когда так камера не вертится во все стороны, я даже лучше стреляю. Кажется. Сейчас глажу обязательно. Кто здесь есть? Дорогушечка. Дорогушечки ненавидят три вещи. Свободный рынок, свободную волю и свободных людей. Сглазила, 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 ребят. Сглазила. Беги, 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 беги. Женщина. Женщина, беги. Я даже не знаю, что говорить, потому что я просто... У меня сейчас рот был открыт от происходящего. Это не то, чтобы пока очень сложно, это просто как-то очень нервно. И, ребят, предлагаю... О, мы можем сломать. Предлагаю, в общем, прикупить такую славную вещицу, как Еву. Я знаю, что тратить деньги направо и налево, это, в принципе, плохо. Даже в рамках игры и в рамках жизни-то это тем более плохо. Но я не могу позволить себе ходить вообще без... Без капли инъекций. Я немножко подсела на Еву. Так, теперь так и... И вот так. В принципе, пока не сложно. Успешный взлом. А где тут какие-то штуки, которые мне обещали? Обман. Везде обман. Везде коррупция. Везде деньги не дают. Везде, даже если ты пытаешься. Если ты все взламываешь. Ой, насколько... Ой, я прям не могу даже слов никаких найти. А ведь девушка, в принципе, при жизни, наверное, была... При нормальной жизни была очень даже симпатичная. Ну что, входим в святая святых. Медленно, но верно. Извиняюсь, если дерганье происходит. Мне, конечно же, играть гораздо комфортнее, чем вам смотреть. Ты обещал меня сделать красоткой, Штаймон! Обещал сделать красоткой! А теперь посмотри на меня! Посмотри на меня! Я поняла тебя, о призрак. И Штаймон, видимо, делает это действительно с женщинами какие-то вообще страшные дела. И я вспомнила, что я забыла купить Еву. Прекрасно. Давайте, наверное, четыре штуки хватит пока что. Будем так относительно экономить. Очень относительно. Но... Что же делать? Что же делать? Мир, он так... Жесток. Ох, блин. Или возможности превратить циркового уродца в нечто презентабельное. Но это было давно. А потом пришел... Помни. Я помню. Из этих машин закоротит без проблем. Стоит только ударить по ней электроразрядом. В общем, будем их коротить и будем их на свою сторону переманивать. Потому что прекрасная машина, которая сражается за вас и убивает за вас врагов, это очень, мне кажется, приятно и полезно. В принципе, и все. Будешь служить мне, мой дорогой. И впредь не стреляй по мне. Без причины. Тык-тык-тык-тык-тык. Давайте пока с револьвером походим. Не буду я тратить особо. Все, ты его убил. Ты мой хороший. Ты мой верный-верный друг. На поверхности паразиты ждут, что доктор вылечит их за бесплатно. И чем они отличаются от того извращенца, который охотится на улице на несчастных, которых используют для своих чудовищных развлечений. Так, тут еще один. Давайте так же. Раз, два, три. Поехали. Прям я наловчилась. Вы только посмотрите. Я сама себя похвалю сейчас. Это довольно редко происходит, но периодически я прям действую. Обычно за такими вещами происходит какой-то очень большой и великий казус. После этого то ли меня убивают, то ли что-нибудь еще в этом роде происходит неприятное. Так, теперь за гагулинку и за гагулинку. Вот. Все, что нам нужно для счастья. Служи мне. Будешь тоже служить. Да? Эй, даешь что-нибудь полезное? Вы получили особые припасы. Смените боеприпасы в колесо, мыши и Б. Выбирайте нужные боеприпасы для каждого противника. А-а-а-а. Вот что мне нравится вообще в принципе в Байошок, то что это не совсем экшен. То есть периодически это еще стратегия, где ты должен продумывать свои ходы, продумывать кого и как лучше убивать. Насколько выгоднее, насколько удобнее. И поэтому это же безумно круто. Дай мне деньги. Спасибо. Там кто-то по нашу душеньку пришел. Я тебе помогу, мой дорогой. Я промахнусь, но помогу. Все, надо не забывать, что их можно заманивать куда-нибудь. Я этим сейчас займусь прям. Не стоит напоминать гражданам восторга, что свободное предпринимательство это то, на чем зиждется наше общество. Паразиты будут наказаны. Знаешь, чувак, когда жизнь заставляет, ты и не так попаразитствуешь, Райан. Понятное дело, когда ты находишься на верхушке общества, то подобного рода крысятничество ты понять не можешь. Да и в любом случае, может быть, это потуги робингудства. Ребята, куда знать. Так. В то же самое время у нас, по-моему, проблема. И гораздо сложнее сейчас... А, нет, смотрите. Вот так. А, угу. А, все-таки сложнее. Я туплю. Ребята, я туплю. Теперь так, теперь загогулино сюда и... И вот так. На сей раз пришлось как-то пошевелить головой. Успешный взлом. Зачем я это сделала? Для того, чтобы немного купить боеприпасов для револьвера. Знаете, пригодится в быту. Привет, моя хорошая. Ты слыша? Да, есть такое дело. Что я творю-то? Господи, я стреляю... Называется... С пушки по комарам. Кошмар. Смотри, не заплачь! А, что? Что, простите? Я... Я вас не понимать. Вы где? Вы кто? Вы куда? Ммм... Ладно, в любом случае, давайте... Послушаем. Я прекрасен, да. О-о-о. Посмотрите, разве я мог бы стать еще красивее? Благодаря Адаму и своему скальплю я преобразился. Но, возможно, есть что-то еще лучшее. Что, если мне изменяют неспособности, но... воображение? О, эгоизм не... не заметил. Ребята, нам капец. Нам правда капец. Вот это мои самые нелюбимые враги. Ой, дико не люблю их. Дико-дико-дико. Я не они, я он. Я один. Иди сюда. Какашка. Я прошу прощения за очень глупые обзывательства, но он меня раздражал. С этим я ничего не могла поделать. Куча. Я уже звал его гением. Я всю свою карьеру хирурга был занят тем, что повторял одни и те же скучные формы. Встернутый носик, подбородок с ямочкой, полная грудь. Как прекрасно было бы делать ножом то же самое, что старик-испанец кистью. Штаймон, ты действительно хотел собрать монстра Франкенштейна? Видимо, это что такое здесь происходит? Ребят, кто это там стреляет? Я хочу это узнать. А-а-а. Иди ко мне, мой дорогой. Ты убил мы... Ты убил мы его. Тебе не жить. Козёл. Что я творю? Что я творю? Если бы я могла это знать. Он сам ликвидировался. Зачем пошла вообще? Лишнее здоровье изгадило себе. Просто ужас. Ну ладно, давайте направляться туда, куда я собиралась изначально. В любом случае, как-то меня заинтриговала эта дорога крематорий. По долгу службы приходилось мне бывать в крематориях, да и не то, что приходилось, да и по сей день часто навещаю подобного рода помещения. Кошмар, кошмар, кошмар. Вы извините за громкий воу, но это как-то всё было неожиданно. Всё? Она склеилась? Или нет? Ребята, она не склеилась. Давайте её пристрелим. Аккуратно, осторожно. Ты меня не видела, глупая камера. Всё. Я как-то не очень умею с ними обращаться. Так. Ну так вот, по долгу службы приходилось мне бывать, скажем так, но здешний крематорий просто ужасен. Он давит на себя вот этой вот атмосферой, как давит этот город в принципе. Ну, представьте себе, вы спите, а над вами огромная толща воды. Я, по-моему, уже об этом говорила, может, не говорила, но не суть. Первый раз это, кстати, делается. Надо же, не знала. Вот если бы в Стиме давали ачивки, если бы вообще эта игра именно Стимом так поддерживалась, то наверняка была бы какая-нибудь там ачивка великий патологоанат. Собранные физические тоники. Новый физический тоник. Радость хакера. Благодаря радости хакера ваше тело перерабатывает ток от взломанного устройства в мощное исцеляющее средство. Зламывайтесь и исцеляйтесь. Вы выбрали свой первый физический тоник. Физические тоники делают вас крепче и сильнее. Они применяются отдельно от плазмидов и других видов тоников. Так, всякий раз, когда вы что-то взламываете, вам добавляется немного здоровья Ева. Очень полезная, кстати, штука. У нас, по-моему, помимо физических тоников еще механические будут впереди. Ну и полюбуемся на этот прелестный город, который меня дико. Вот он именно вот этой вот атмосферой с пластами воды. Да ты что? Ладно, давайте ее... Уш! Убирайся! Прости, у меня ее нету. В любом случае, спасибо тебе за один патрон. Да, благодарю, покорнишь. Так, ну, я думаю, стоит походить вниз по округе. За аптечку, конечно. Мое вам мерси. Это, собственно, верх печки. О, фу, я просто представила запах, и мне стало плохо. Нет, у меня бронебойные не нужны патроны, у меня простые. Так, благодарю вас. Здесь бродят паразиты. Мы возрождаем город, а потом приходят маловеры и добавляют деготь в наш мед. Тысячу адамов тому мужчине или той женщине, что остановит их. Проверите карту. Ну вот да, мы находимся в крематории Вечное Пламя. Страшновато звучит. Это знаете, как у меня рядом с домом есть аптечный пункт Надежда. Когда у меня ощущение, я мимо него прохожу, прямо вот представляю, как ты туда в последних, просто из последних сил ползешь. Моя Надежда, Вера, дайте мне активированного угля. Так и здесь примерно. Крематория Вечное Пламя. Похоронный дом, Райские Луга. Что-нибудь в этом розе. Названия, конечно, дикие. Собраны плазмиды. Новый плазмид Сжигание. Сжигание. Когда необходимо что-нибудь спалить, не сомневайтесь, жгите. Поджигайте живые и неживые объекты. Повторное использование усиливает боль. От 12 лет и старше. Клёвая реклама из... Сожгите врага в тысячеградусном пламени. Но будьте осторожны с огнём. Приятного возгорания, ребятки. Ой, мне было очень весело. Вы прям не представляете, как. Тем, можешь уйти, пожалуйста? Кот начинает лезть в самое неподходящее время. Папочки-сестрички. Он что-то такое разбрызгивает в воздухе. Кажется, это называют феромонами. И заставляет всех плясать под свою дудку. Ну, будем надеяться, что мы под его дудку плясать не будем. Он уже очень хороший. Так, я не поняла. А что я не могу с него собрать? Не поняла. А, вот, всё. Детали верные патроны. Отлично. Не самый мой любимый плазмит, на самом деле. Самый мой любимый мы ещё не нашли. Которым я, можно сказать, практически всю игру пользовалась. Но я не знаю, как будет на самом сложном уровне. Кстати, у меня недавно настройки скидывались. Нет. Всё пока. Всё самое верное. Можно ещё витокамеры отключить и всё совсем дико будет. Я и так эту игру сто лет буду проходить, так что ладно. Слышу кого-то я впереди. Поэтому я... Паразиты зарятся на восток. Слышу. Лёд и пламя. Похоронная контора... Тьфу. Контора Сумеречные поля. Ну вот о чём я говорила. Райские кущи и же с ним прелесть. Дичь вообще. О, там кто-то ещё и ревёт. Не реви, девочка. Ух ты! А всё-таки клёвый огонь. То ли просто они пока что слабые. У нас, кстати, первая дверь с кодовым замком, но с ней мы разберёмся чуточку попозже. Давайте пока просто здесь поисследуем. Поисследуемый... Фу! Местность, короче, осмотрим. Добрый день! Оно верни... Нет, мне огонь нравится. Единственное, конечно, я потратила очень много всего. Не пей виски! А у меня и так солей нет. Ну и ладно. Так, тоже. Эх... Так, ребятушки, кошмар, что происходит! Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Надо было его, конечно, долбануть Но ладно, плевать, пусть стоит там В принципе, он не стоит на линии огня, как я знаю Ага, выщите контейнер на предмет трофеев Чудо из чудес В гроб залезаешь, много всякого добра получаешь Ладно Ну, в дверь действительно, давайте попозже сходим Хочу сюда Интересно мне сюда сходить И? Что у вас здесь интересного? Это бальзамическая жидкость? Формальдегид, скорее всего В формальдегиде лежит, отмачивается Аааа Как гадость О, дружочек, здрасте, плаваете Смотрите как Ещё один сумасшедший дикторишка? Угу Ну ведь скажите же, зловеще О, не каждому вообще Аутласту такое приснилось бы Насколько здесь это всё стильно и жутко сделано Собранные инженерные тоники Да, конечно, перевод шикарен Новый инженерный тоник Эксперт безопасности Новое предложение от суперхакера Эксперт безопасности разработан для взломщиков Специализирующихся на отключении электронных средств безопасности Ваша безопасность зависит от эксперта безопасности Ну да, сложность при взломе турелей, роботов, камер слежения Полезная вещица Ещё такая печальная музыка Вот тут прям хоть скриншот делай Насколько это просто всё Пугающе, омерзительно, отвратительно Ну а то, что в Байошоке шикарная музыка Это... Это просто факт Я не сомневаюсь в своём тонике Поэтому... Плазмиде точнее Поэтому приятного вам электрического разряда Мой дорогой дружочек Ну что, исследовали вроде бы... А, нет, господи Чуть про дверь не забыла Ну я же... Просто... Хожу и забываю всё мгновенно 0451 Так, 0451 5 1 Готово! Сим-сим, откройся, дайте мне всё Всё возьму, всё Лофера только не возьму Которых у вас здесь куча И мне не нужны Я думаю, что у меня... Да? Бывает И тебе спасибо Давайте-ка взломаем на самом деле И подлечимся У нас есть автовзлом Но я думаю, что подобные вещи Тратить направо и налево не надо Давайте-ка лучше немножечко В очередной раз Проложим путь Текс 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 Теперь сюда О, как-то... Не, как-то нехорошо Теперь вот сюда-сюда Да и вот так Да, будет успешный взлом Теперь за 10 баксов Будем нормально лечиться Быстренько Это же прекрасно Как мне кажется Угу Ну и помимо всего прочего Подкупить или не подкупить Давайте немножко ещё Вот это взломаем Давайте, ладно Здесь пусть будет автовзлом Добро пожаловать на распродажу Ммм, распродажи я люблю Возвращайся, когда будут деньги, приятель И сразу же послал меня Без денег никому ты не нужен Правда жизни Пока Я не знаю Я не хочу с ней общаться Штаймин, я иду к тебе Ммм, дорогой Вот когда большой папочка идёт Чувствуете прям вот Чувствуете его вес Его мощь Вот это вот Его жуткость И плюс к тому же Не знаю Вот эти вот Его забывания Как будто Может от китов Что-то у них взяли В любом случае По-моему В будущем мы это всё выясним Ну а нас ждёт Очаровательный Доктор Штеймин Который явно Крышнёй поехал Идеал Две ноги Два уха Две груди Ну потому что Матушка природа так Чё, чего? Я не закончу Штаймин Добрый день Обожаю Когда меня так встречают Да я не нытик Заметь Предлагаю всех Воспалить Ах вы стервы Вы здесь Смотрите Всё-таки Сгорели Хе-хе-хе Обожаю Всё-таки Пламя Я Тебе не завидую Тебе вообще Не завидую Ну Большое спасибо За то Что ты такая дурочка Угу Так В любом случае Давайте Давайте Вот так И Посмотрим На карту Так Найдите Плазмит Телекинез Акл считает Что вы можете Разрушить баррикаду С помощью телекинеза Рекламы на стенах Утверждают Что нужен плазмит Нужный плазмит Находится в месте Под названием Первоклассная Стоматология И По-моему Нам как раз туда Зона стоматологии Ооо да Донтисты Вы бы пошли К донтисту У которого Рядом с его кабинетом Висит такое Я вообще на самом деле Испытала Самое страшное Что связано С зубными врачами Это когда у меня драли Зуб Наживую Кхе-хе-хе Даже закашлялась От ужаса воспоминаний Это Это было дико больно Просто дичайше больно Вот честно вам скажу Ничего приятного Давайте взломаем Еще один Да-да-да Вам придется Это терпеть Достаточно часто Все эти взломы Нет Так Лишний раз Не буду удлинять Все это дело Ам Ту-ту-ту Теперь сюда-сюда И Вот так Гениально Асина ты молодец Релестно И чипсинкой Закусим Так Вот эти вот штуки По-моему Открываются При помощи Да При помощи Дверь Не сходи с ума Ммм Как много всяких Ведро С ума сошло Ну вот В очередной раз Не пей пиво Говорят тебе Не пей Потому что Уменьшается Количество солей Пиво Старый Предвестник Да Знаете Такое название В России Мне кажется Стало бы Очень популярным Таймон Я знаю Что медблок Это ваша Вочина Но подумайте Вот о чем Вода в океане Очень холодная Если не греть Трубы Они замерзнут И тогда В восторге Начнутся протечки Так вот Я прекрасно понимаю Что вы себе На уме И мне плевать Утонете вы тогда Или будете Ловить рыбу Но как только Восторг потечет Это будет Уже не остановить Я уж точно Сообщу Райану Кому за это Сказать спасибо Я передам Штаймону Когда буду Его убивать Что вы И мне довольны Нравится Воспламеняться Куда убежал Эй Иди ко мне Мой дорогой Иди ко мне Мой хороший Как-то на них Вообще Огонь Странный Действует Ой Всему Подушеньку Мою А что Меня искать Я уже Вот тут А ты Тут Я погляжу У тебя есть Сладкая Пироженка За что Тебе спасибо Что я Наделала Ребята Капец Не Беешь Ты Как говорится Дробовик Когда Очень весело Вообще На самом деле Мое самое любимое Оружие Но Вот ты меня Не смей трогать Женщины А ну Поспокойнее Ну В очередь Я понимаю Я красавец Мужчина Я ж Я прицелиться Не могу Зараза Включите Цвет Господа Я тебя Слышала Ты где Ты бегаешь Смерть Ее Покарала Она даже Дергаться Начала Так Ладненько На самом деле Все как-то Дико В Аушвицце Меня поставили Проводить Генетические Эксперименты Над другими Евреями Они называли Меня Вундеркинд Чудо Ребенок Немцы Они Ни о чем Другом Говорить Не способны Кроме Голубых Глаз И формы Черепа А мне Было Интересно Почему Один Рождается Сильным А другой Слабым Один Умным А другой Дураком Столько Убийств Действительно Могу Сказать Что Большинство Экспериментов Были просто До уникальности Сумасшедшими В ту пору Так Дверь закрыта Давайте Немножечко Здесь еще Побродим Не реви Сумасшедшие Вообще Какие Личности Так Стоп Если я Присяду Мою черепушку Не видно Будет Если я Присяду Видно 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 Дверь Управления Открой Година Ненавижу Вам нужен Ключ Стоматологии Для Обжор Что Так Хорошо Есть Вариант Такой А ну Раз Два И Эй Эй Я пытаюсь Действовать Быстро Но не Получается Ух ты Безболезненная Стоматология Так Будешь Работать На меня Ну И Дабы Вас Лишний Раз Не Волновать Буду Использовать Автозлом Автовзлом Потому что Сама Я бы Наверное Им так Часто Не Пользовалась Смотрите Как Красиво Вот здесь Вот прям Дико Красиво Я бы Хотела Иметь Такой Кабинет Сидишь Себе В круглое Окошко Наблюдаешь За подводным Городом И Немножечко Сходишь С ума От морской Болезни Если учитывать Как меня Вообще В принципе Укачивает Дико Укачивает На воде То Наверное О Так Понятно Называется Жди беды Угу Кто Что Кто Кто На нас Это Скидывает Мне Просто Интересно Хочу Сперва Чтобы Прекратилось Это Рефрижераторное Настроение Где-нибудь Можно Отключить Или что Или как О Привет Мадама Мадама Че Творю Что Творю Где Столочь Вообще Есть же Тробовик Иди сюда Все Прощай Красотка Все Отлично Дверь Только Закройте Пожалуйста Я Себя Как-то Некомфортно Чувствую Сидела Себе Здесь Пряталась В Раскаряку Причем Так Все Ребят Давайте Опять Назад Туда Там Какой-то Плазмит У нас Интересный Ждет Гад Напугал Я тебя Не люблю Чувак Ты Меня Очень Сильно Напугал Знакомые Голоса Ну вот О том Все Как Новый Инженерный Тоник Скоростной Самый популярный Продукт Линейки Суперхакер Скоростной Взломщик Позволяет Вам Выиграть Время Чтобы Вскрыть Любое Электронное Устройство Со Скоростным Взломщиком Время На вашей стороне Сюда Да В будущем Естественно Уже Будем Совершенствоваться Когда Все Это Дело Поменяем Ладно Ребятки Я думаю Что В этом Прекрасном Кабинете Который Конечно Совсем Не Прекрасный Но Вид Отсюда Довольно Зрелищный Мы С вами Попрощаемся И продолжим Следующей Серии Надеюсь Вам Все Понравилось Мне Безумно Нравится Путешествовать По восторгу И Я думаю Что И Джеку Нравится Тоже В моей Компании Да Джек Я Кокетливо Поправлю Свои Стрепанные Волосы С вами Была Осина Джек И Восторг Безусловно Потому что Город Здесь Как Отдельная Личность Всем